Для участия в конкурсе перед учащимися стояла задача прочитать три произведения Сергея Алексеева. «Дом», «Тульский пряник», «Подвиг» у Дубосекова. Тематика конкурса всегда определяется знаменательными и историческими датами. В этом году это 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Многим ребятам эта тема оказалась очень близка, и не только мальчикам. Люблю разные танки, люблю смотреть фильмы про танки, читать про танки, про войну разную, люблю изучать разных солдатов. А Никита Строгин мечтает стать танкистом. Мне понравилось больше всего «Подвиг» у Дубосекова, потому что он про войну, а мне нравится война, танки, самолеты. Викторины проводятся с декабря прошлого года. Заведующая Центральной детской библиотекой Марина Федякина задает 45 вопросов по прочитанным книгам. А сколько всего было бойцов на этом поле, которые совершили свой подвиг? 28. Умничка! 28 героев фанфиловцев. В этом году на конкурс поступило 170 заявок от классов из школ города и района. И к нам в детскую библиотеку уже приходят не первый раз. И, скажем так, уровень подготовки, что ли, выше, чем в прошлом году. Потому что всех хотят не только прочитать, понять, но и, естественно, это какой-то такой конкурсный момент. Проверка знаний прошла почти на отлично. 40 правильных ответов. Мне викторина понравилась, потому что она была волнующая, веселая, вопросы, военная. Вот война – это моя любимая тема. Мне понравились тульские пряники. Тем, что мне понравилось сначала. Сверху корочка, снизу корочка, посередине сладость. Мне понравилось в этой викторине то, что там легкие вопросы. А некоторые не могли ответить. Ну, просто я много раз их читал, но для меня кажется, что эти все вопросы легкие. Этот конкурс задуман не случайно. В первую очередь он помогает учителям приобщать детей к чтению, особенно в начальных классах, а также знакомит с малоизвестными авторами старшеклассников. Мы очень рады принять участие в конкурсе «Самочитающий класс». Надеемся, что наш класс победит. Мы все готовились к этому конкурсу два месяца, читали, отвечали на вопросы в классе. Итоги будут подведены в конце марта. Победители конкурса определятся в каждой возрастной группе в четырех разных номинациях. По решению жюри наиболее отличившийся класс получит гран-при. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.